Аромат свежесваренной ухи будто с костра. Вот так с утра пораньше гостей выставки зазывали к себе любаньцы. Наваристый бульон из карпа по собственному рецепту. Ферменное блюдо рыбокомбината. Секреты приготовления хозяева не разглашали, несмотря на щедрые комплименты высоких гостей из России. Очень вкусно. Как будто из речки сварил на костре с дымком. Все прекрасно и отлично. У нас в стране рыба много, разнообразная рыба. Поэтому мы уже предлагаем им. А сетра могут покупать россияне у нас. Веслоносовый мы сегодня готовим. Форель мы сегодня готовим, малька. Любанский рыбокомбинат – одно из старейших и крупных предприятий отрасли. Десятая часть прудовой рыбы в стране родом из этих мест. 49 собственных водоемов арендуют еще и водохранилище и в итоге 2000 гектаров владений. Более чем, чтобы заниматься любительским и промышленным рыболовством. В год добывают 1200 тонн. Условия и технологии позволяют выращивать от икринки до взрослой особи. Основные виды – карп, толстолобик, карась, белый амур, щука и сом. К трем годам рыба достигает товарного веса и готова к переработке. Мы получили сегодня карп отборный. Сейчас, кстати, мы получили его живым. Продукцию, из которой будет делать филе карпа отборного и горячее копчение, которое на сегодняшний день у нас пользуется очень таким большим спросом. Три года назад открыли производство рыбных консервов. Под маслом, в желе и в томате выпускается более 20 номинований. В разработке рецептов участвуют специалисты Академии наук. В прошлом году карп по-любунски стал лучше в Беларуси рыбной консервой в масле. Значок отличия привлек внимание российских партнеров. С ними пришли инвестиции, в том числе и сырьевые. В ассортименте любанской продукции появились деликатесы из натуральной форели и лосося. Сегодня на домальческом сырье выпускают шпроты. При минимальных затратах с каждой произведенной банки комбинат зарабатывает по 30 копеек. Несложно представить объем прибыли, когда производство заработает на полную мощность. То есть планы у нас сейчас запустить вторую линию в ближайшее время. Продукция востребована и в объемах неограниченных. То есть планы у нас это выпуск 200 тысяч банок в месяц. Но и с последующим увеличением его и выводом этого завода на его реальную проектную мощность от 2 до 3 миллионов банок в месяц. Производство рыбы хоть и трудоемкое, но весьма прибыльное дело, утверждает директор комбината Валерий Гормаш. Снизили затраты на комбикорма без потери качества, нашли надежных долгосрочных инвесторов. Еще бы заинтересовать частный бизнес в реализации собственной продукции. Я считаю, что рыбный бизнес, конечно, это выгодное и хорошее дело, если, конечно, мы ввозьем торговые сети. И вот будем сотрудничать, конечно, выход на Россию, на Молдову. У нас вот есть наработки. Буквально через два дня у нас от Русской на Россию 50 тысяч банок. Первая пробная партия. Пока крупные игроки делят квоты на промышленный отлов рыбы в акваториях друг друга, импортеры предлагают хоть и широкий ассортимент заморских морепродуктов, но не всегда доступный по цене, а отечественные предприятия, сохраняя ценовую политику, производят с каждым годом новые вкусы и знакомых местных рыб, оставляя неизменные лишь вкус ухи. Марина Тимофеева, Игорь Хвеченя, Родион Кабанович, ОНТ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова